Олег Николаевич, благодарен не только за то, что вы приезжаете в Беларусь, но и очень в средствах массовой информации отслеживая, вижу ваши заявления, поддержку Беларуси и белорусских товаров, продукции, которые мы производим, вашу заинтересованность в Приморье, приобретение нашей продукции. Ваши высказывания в адрес хорошие, положительные отзывы о нашей экономике, они имеют хороший отзыв у ваших коллег на Дальнем Востоке, а с Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество. Конечно, расстояние накладывают определенные отпечатки, даже не расстояние, а загруженность сегодня железных дорог, которые сегодня имеются в том направлении Байкала, Амурской, других, в восточном направлении, поскольку центр все-таки тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на Восток. И вы как никогда востребованы, это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком, Владимир Владимирович рассказывал это на последней нашей встрече в Москве, это факт. И тут нам надо работать вместе, чтобы расшить эти узкие места. Мы знаем хорошо, в чем нуждается ваш край. Хорошо, что вы побудете на выставке, я так понимаю, Белагра. Вы посетите Гомель, увидите лучшее предприятие. Словом, мы к вашим услугам. Если что-то надо, мы, как всегда, к этому подключимся и будем в этом направлении работать. Вы говорите, что надо, вы нам не чужой человек. И специфические вопросы, если есть какие-то, и в плане военно-промышленного комплекса абсолютно нет никаких закрытых тем. Мы никого не боимся. Все, что у нас есть, к вашим услугам. Всегда помогали, отзывались на ваши просьбы и запросы. Так будет и в дальнейшем. Спасибо, Александр Григорьевич. Мы традиционно пребываем всегда с большой делегацией на Белагра. И в этот раз тоже мы прибыли довольно представительной делегацией бизнеса и представителей различных министерств, где ребята работают по машиностроительному направлению, по сельскому хозяйству, по деревообработке. Ну и уже заключаются соглашения, заключаются контракты. Мы видим, что это сотрудничество дает взаимовыгодные плоды. Так, начиная с 2019 года, с момента работы непосредственно в Приморском крае, у нас товароборот увеличился в 6 раз. Сейчас уже достигает 7,6 миллиардов рублей. Продолжение следует...